Дорогие ребята, здравствуйте! Я расскажу сегодня об исследованиях, которые проходят в рамках Института цифровой медицины и что мы делаем нового и перспективного в области цифрового здравоохранения. Институт занимается тремя основными направлениями работы. Это образование, и вот мы готовим вас, готовим специалистов в области цифровых технологий, то есть мы готовим специалистов в области информационных технологий и систем, и бакалавриат, и магистратура у нас есть тоже. И параллельно мы занимаемся научными исследованиями в области цифровой медицины и инновациями, внедрением новых инновационных решений в деятельность клинического центра Сеченовского университета. Клинический центр у нас большой, и поэтому решений достаточно много. У нас, вы, наверное, уже знаете, клинический центр у нас там 3,5 тысячи коек, и все 3,5 тысячи коек, они раскиданы по 5 крупным больницам, 5 университетских больниц, плюс куча свой санаторий, еще кардиологический свой центр, интервенционная кирургия. Поэтому приложений достаточно много, которые можно придумывать, развивать. И, на мой взгляд, вы все можете попасть в эти исследования и сделать что-то полезное не только для Сеченовского университета, но и вообще для медицины в целом. В институте вот есть две кафедры, кафедры информационных интернет-технологий, та, через которую вы тоже проходите, кафедры медицинской информатики и статистики и лаборатории электронного здравоохранения. Соответственно, если вы начинаете работать в этих направлениях, вы как бы работаете из каждой из кафедр и с нашими лабораториями. Основные направления исследования здесь на рисунке показаны, но это как бы небольшой совсем набор, их достаточно гораздо больше. Это информационные системы, информации и фармакологии, телемедицинские системы, применение матмездов в медицине, сбор анализ медицинской статистики, использование медицинских показателей в управлении здравоохранением, поддержка принятия врачебных решений, глубокое обучение нейронных сетей, системы виртуальной реальности, медицинские информационные системы, статистическая обработка медицинских данных и биоинформатика. То есть достаточно много направлений, в каждом из которых можно найти себя. Можно найти себя, как я говорю, в создании систем поддержки принятия врачебных решений, а можно вообще заняться и управлением здравоохранения. У нас есть преподаватели, которые в том числе работают и в Минздраве, и в ведущих учреждениях здравоохранения, которые занимаются управленческими вопросами, обработкой медицинских данных, не лечебных, а управляющих медицинских данных, которые управляют здравоохранением. Поэтому на любой вкус есть у нас решение. Сейчас я вам расскажу о телемедицинских проектах. Телемедицина, она включает в себя вообще три-четыре основных блока. Это консультирование врач-врач, это когда два врача между собой работают с применением телемедицинских информационных технологий. Или это называется еще дистанционный консилиум. То есть каждый врач может запросить других врачей, они могут дистанционно проговорить, посмотреть тактику лечения пациента. Есть возможность консультации между врачом и медицинским работником. То есть это когда, например, я уже говорил в прошлый раз, где нужна телемедицина, ну там, где нет больницы вообще. Есть фельдшерский пункт или кабинет до врачебного осмотра, институтский кабинет. И вот пациент туда пришел, медсестра может соединиться с любым врачом через интернет, и пациента может проконсультировать врач в любой точке, где бы врач не находился. То есть вот это такая возможность есть. Третья возможность, это когда врач непосредственно обращается с пациентом, и пациент из дома или с работы может подключиться к врачу с применением компьютера, и врач может его проконсультировать. Ну а четвертое направление телемедицины, это дистанционный мониторинг состояния здоровья. То есть, иначе говоря, мы создаем госпиталь на дому. То есть мы создаем домашний стационар, и фактически медицину приносим к человеку, где он находится. Это в первую очередь нужно людям, которые с ограниченными возможными движениями. Это инвалиды, которые находятся дома, это пациенты палиативные. Палиативная медицина, это оказание с помощью пациентов, которые не имеют шансов на выздоровление. То есть это уже люди, которые постоянно прикованы к постели, уже до конца своих дней. Этими людьми занимается палиативная медицина. И вот для таких пациентов, либо они попадают в хоспис, это специализированное учреждение, где пациент потихонечку умирает, либо мы можем организовать ему на дому. Родственники нехватываются в хоспис, хотят, чтобы он был дома. Но им нужно обеспечить возможность, чтобы мы могли на дому создать такую систему, которая позволяет за пациентами наблюдать, врачу наблюдать дистанционно из больницы. Таких людей, вот их достаточно много, инвалиды, больные пазиативные, дети с расстройством университетического спектра и так далее, и так далее. То есть можно набрать достаточно большой набор людей, которых желательно наблюдать дома. Ну и плюс еще люди здоровые, которые считают себя здоровыми, они могут тоже не ходить в поликлинику, а дома обеспечить себе необходимый набор устройств. И вот эти устройства называются мобильные медицинские устройства. Или еще есть такой термин интернет вещей, вы, наверное, тоже знаете, iOS. И вот интернет вещей, это как раз мы говорим интернет медицинских вещей. И мы с помощью этих интернет-медицинских вещей создаем госпиталь на дому или больницу на дому, когда пациент находится дома, рядом с ним приборы и устройства, а врач дистанционно со своего рабочего места на компьютере видит показания состояния здоровья пациента. И вот я сейчас вам расскажу о основных вот этих вот системах мониторинга пациентов на дому, которые мы сегодняшний день реализуем в Сеченовском университете, в Институте цифровой медицины. Первое – это проспективное сравнительное клиническое исследование по созданию и внедрению телемедицинской системы мониторинга за состоянием и лечением пациентов с мочекаменной болезнью с последующей оценкой эффективности. То есть мы берем пациентов с мочекаменной болезнью вместе с клиникой орологии. Это пациенты, у которых болит мочевой пузырь, в котором камни, в мочевом пузыре, и в почках камни. И за этими пациентами нужно постоянно наблюдать. И раньше эти люди приезжали каждую две недели в больницу, отмечали, сдавали анализы, и врач скорректировал лечение. Теперь мы создаем возможность среди таким людям не приезжать в больницу. И они все время могут из дома с помощью устройств, медицинских устройств, могут наблюдать за своим здоровьем. Вот здесь, видите, на рисунке у меня показано не только, допустим, мы можем брать общий анализ. У нас есть анализаторы мочи, анализаторы крови, анализаторы сердечной деятельности. И вот этот набор устройств, он все время больше и больше. Уже появился ультразвуковой сканер, который присоединяется к мобильному телефону. Обычный сканер и телефон мобильный. И пациент, в принципе, сам из дома может себе сделать узи мочевого пузыря. И врач дистанционно может посмотреть и пациенту подсказать, как наклонить сканер, чтобы лучше увидеть состояние мочевого пузыря. То есть вот таких вот решений, оно может быть достаточно много. Вот первое решение, которое мы запустили, это пациенты с мочекаменной болезнью. И сейчас запускаем пациента с мочевой инфекцией. То есть инфекции мочевого пузыря, инфекции почек. И люди, которые вращаются в клинику урологии, мы позволяем, выдаем им набор устройств, которые они у себя дома могут разместить. И с помощью которых наш врач, уролог, может таких пациентов наблюдать. А следующее, что мы начинаем, сегодняшний день начали исследование, это дистанционный мониторинг пациентов в период трагедии и химиотерапии по поводу онкологических заболеваний. Но вы знаете, что пациенты, которые, онкологические пациенты, либо до того, как они сделают операцию, либо после операции, либо вообще вместо операции применяется химиотерапия, когда пациент получает очень сильнодействующий препарат, сильнодействующее лекарство, которое убивает раковую опухоль. И пациенты обычно живут не в стационаре, а живут дома. Пациент приезжает в стационар, дневной стационар получает, ему вводят препарат, и он уезжает домой до следующего возвращения. И вот в момент, когда пациент уезжает домой, особенно это бывает с четверга по понедельник, его состояние здоровья может резко ухудшиться, потому что химиотерапические препараты, это очень тяжелый препарат, очень тяжелое воздействие с огромным количеством побочных инфектов. И врач не видит, и пациенты очень часто умирают. Вот прямо пациент после тяжелой операции, ему делают химиотерапию, он умирает на дому, потому что врач не может вовремя подсказать ему, что в организме происходят изменения. И мы таким пациентам тоже создаем стационар на дому, где применение устройств мобильных медицинских устройств позволяет врачу динамически наблюдать пациента, все время видеть его состояние. И если он видит, что состояние пациента ухудшается, то он ему звонит, вызывает скорую помощь, переводит его в стационар, госпитализирует и делает специальные реанимационные мероприятия, таким образом спасает жизнь пациента, которого можно потерять, если мы не будем за ним на дому. Следующее направление дистанционного мониторинга – это мониторинг студентов с коррекцией избыточного массы тела. Это мы с кафедрой физической культуры, мы одеваем браслет, уберем весы и начинаем смотреть за пациентами, как изменение индекса массы тела, как влияет на его успеваемость учебы. Мы поставили эксперимент такой, что это как раз к разговору о здоровых людях, то есть почему здоровому человеку тоже нужно наблюдаться, и нужно как минимум браслет одеть, чтобы браслет мог видеть сердечную деятельность и увидеть его состояние здоровья, когда человек даже может не подозревать, что у него уже есть какие-то проблемы в сердечной деятельности. Анатолий Славович перезвонил, я на лекции сейчас пока. Поэтому мы разрабатываем такой механизм, который позволяет увидеть, что чем более здоровый образ жизни у него человек, тем лучше учится, тем у него лучше успеваемость, тем больше он успевает сделать, он участвует в каких-то дополнительных кружках, пишет больше научных статей. Таким образом, мы хотим показать, что чем здоровее человек, тем лучше его успеваемость и учеба. В этом исследовании тоже можно поучаствовать. Дальше вот сейчас напускаем исследование. Это дистанционный мониторинг беременных, находящихся в зоне риска. То есть еще есть приборы, которые мониторируют состояние, жизнедеятельность плода в женщине, вот эта жизнедеятельность ребеночка, которая развивается внутри мана. И мы тоже, набор вот этих устройств позволяет женщине не приезжать лишний раз к врачу, а спокойно наблюдаться у себя дома. И ежедневно врач, акушер-гинеколог получает сведения о состоянии здоровья будущей мамы и корректирует ее состояние, не выходя из своего рабочего места. А барышне не обязательно приезжать к врачу. Таким образом, можно наблюдать за ее состоянием здоровья. Вот видите, как выглядит набор для умной клиники домашнего мониторинга. То есть здесь, видите, здесь даже сканер, показан сканер УЗИ, который подстанет к мобильному телефону. А дальше там идет набор различных устройств. В ящике стоит там кардиограф мобильный, то есть пациент может дома измерить свою кардиограмму. Там есть тонометр, который измеряет давление. Есть пульсометр, который измеряет, браслет, который измеряет тоже пульсовую волну, который измеряет тоже, до пяти параметров может измерять. И скоро появятся приборы, которые позволяют измерять уровень не только сахара в крови и холестерин в крови, а делать общий и иммунологический анализ крови, таким образом получать достаточно объемную картину о состоянии здоровья пациента. И видите, чем больше таких устройств появляется, тем меньше необходимость пациенту приезжать в больницу для проведения своих исследований. Вот здесь я показал табличку, где перечень основных исследований, про которые я вам сейчас сказал. И должен сказать, что сейчас еще мы запускаем очень важный, интересный проект, в котором вы тоже можете поучаствовать. Это телемедицинская система респираторной поддержки на дому. То есть смысл этого решения заключается в том, что есть многие пациенты, у которых нарушена дыхательная деятельность. Даже вот сейчас после ковида пациенты, переболевшие ковидом в тяжелой форме, у них нарушается деятельность легких, они нуждаются в кислородной поддержке. И мы сейчас отрабатываем механизм вместе с французской фирмой, вместе с Филипсом, который разрабатывает такие приборы. Мы создаем систему, когда пациент может на дому в том числе использовать ИВЛ, прибор искусственной вентиляции легких. То есть там эти приборы бывают инвазивные, малоинвазивные, неинвазивные. И вот создание такой системы, когда вместе с теми устройствами, про которые я уже говорил, когда мы можем комплексно оценить состояние здоровья пациента, мы можем еще и респираторную поддержку ему обеспечить. И таким образом вообще все группы пациентов, которые только возможны, мы можем организовать для них пребывание на дому и облегчить их судьбу и судьбу их родственников, дать возможность людям общаться со своими близкими людьми не в больнице, а дома. И если люди решили, что их родственник должен находиться дома, то мы как раз должны позволить ему организовать такое наблюдение на дому. А дальше мы еще дополнительно проводим здесь еще некоторые исследования, которые тоже, на наш взгляд, очень интересные. Это микроигольчатый аппликатор для подкожного введения препаратов при болезни пейронии, носимый электронный устройств для мониторинга наполнения мочевого пузыря, электронный диспансер для лекарств и так далее, умные часы ЭКГ. То есть мы достаточно, можно поучаствовать в других исследованиях, которые рядочно с этим встают. А дальше мы впервые в практике, в мировой в том числе, мы пытаемся создать нейронную сеть, которая распознает ультразвуковое исследование мочевого пузыря. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря. То есть уже научились, вот уже нейронная сеть распознает на УЗИ мочевой пузырь и распознает уже степень наполнения мочевого пузыря. То есть для мочевиками на болезни это очень важно. Как наполняется мочевой пузырь, как оборожняется, какой процент оборожнения. И вот это вот как раз наше устройство и наше решение позволяет это решить. Дальше мы достаточно много сейчас занимаемся робототехническими системами. Роботы вообще мы используем, вот сейчас рассматриваем три направления развития робототехники. А первое направление мы совместно со Сбербанком сейчас запускаем проект, это применение робото-дезинфектора. То есть вот сейчас вот вы знаете, что сейчас ухудшается ковидная ситуация в Российской Федерации. И Сеченовский университет опять вернулся к созданию ковидного госпиталя. На базе 4 УКБ и 3 УКБ разворачивается ковидный госпиталь. И появляется красная зона, то есть зона, где находятся пациенты больные вот этим новой коронавирусной инфекцией. И робот-дезинфектор, это робот, который ходит в местах, где нет пациентов и проводит дезинфекцию этих, например, приемное отделение, когда ночью приемное отделение не работает или помещение, где проводится осмотр пациентов до госпитализации. Там, когда пациентов нет и нету завоза пациентов скорой помощи, проезжает робот и по заранее заданному маршруту дезинфицирует помещение, дезинфицирует все поверхности. То есть это обеспечивает нам что? Мы можем, у нас не участвует ни медсестра, ни санитарка, мы не понижаем степень возможной заражения этих лиц с ковидной инфекцией. Робот, он ничем не заболеет, он уходит благополучно, все дезинфицирует. Второго робота, которого мы сейчас хотим разработать с Сбербанком, это робот-манипулятор, который ездит по закрытой зоне. И смысл в том, что этот робот управляется с пульта, с компьютера или с планшета, который находится у врача, а врач находится не в ковидной зоне. То есть мы хотим, у нас есть группа консультантов, которых мы не запускаем в ковидную зону, здоровье, которое для нас важнее. Чего важнее? И эти люди консультируются в своем рабочем месте. Но у этого врача появляется возможность управлять роботом, и робот может ездить по отделению и подъезжать к тому в реанимацию, может заехать и подъехать к тому пациенту, которого врач должен проконсультировать. Робот, он такой робот-манипулятор, у него есть видеокамера, у него есть санга, которая позволяет там брать различные устройства. Например, одеть на пациента может пульсометр на палец, а молодец. То есть робот может, например, в конце концов, потом научиться делать уколы. Но и робот, у него есть видеокамера, у него есть микрофон, и врач может, во-первых, поговорить с пациентом. Видеокамеру поставить так, чтобы увидеть, как пациент, рассмотреть пациента с той стороны, с которой ему нужно на него посмотреть. И, соответственно, врач может с пациентом побеседовать, посмотреть на него и проконсультировать своих коллег о том, что нужно делать и как нужно делать. В том числе, робот позволит пациенту поговорить со своими родными и близкими, то есть за счет того, что там есть мобильная связь. То есть это такая тоже интересная вещь. И третий робот, которого мы смотрим, это робот-робоскан, который может делать, мы его учим сейчас делать УЗИ. То есть это робот, который вот здесь он на рисунке, видите, как он выглядит, это такая как бы рука, конечность такая с большим количеством колен, вот этих вот изгибающихся. И видите, вот на конце у робота у него находится сканер, который позволяет делать УЗИ. И вот мы этого робота обучаем, он вводит делать, например, УЗИ мочевого пузыря, и он соответствует, когда дышит пациент, вдох, выдох, робот поднимается, опускается. И вот эта рука у него действует, и вот это написать программой, которую управляет роботом, тоже очень интересная вещь. И я думаю, что это тоже то направление, которым можно вполне позаниматься. Теперь по задачам, которые связаны с искусственным интеллектом, особенное направление в развитии искусственного интеллекта на сегодняшний день получили системы распознавания образов, построенные на глубоком машинном обучении искусственных нейронных сетей. И вот одно из таких направлений, это мы сделали систему мониторинга лежачих пациентов. То есть мы сделали датасет положения пациента на кровати. У нас мы использовали съемку артистов, приглашали их к нам, к Сеченовский университет, и лежа на кровати мы снимали разных артистов, чтобы получить большую выборку. Сняли положение на кровати на левом боку, на правом боку, на животе и падение с кровати. И плюс еще систему сделали, которая позволяет снимать все показания, которые есть на сегодняшний день, на этот момент в комнате, где находится пациент. Соответственно, мы позволяем увидеть три вида деятельности позволяет нам эта система. Мониторинг ухода за пациентом, то есть аутентификация и отслеживание того, кто находится рядом с пациентом. То есть если есть медсестра, которая отвечает за пациента, вот ее система сразу распознает и говорит, что да, именно если пришел чужой человек, сразу идет сигнал о том, что подошел к пациенту чужой человек, который не должен к нему подходить. Дальше мы хотим здесь следующее направление, которое будет здесь развиваться, это распознавание действий медсестры или распознавание действий сиделки рядом с пациентом. То есть это будет укол, поменяли белье, переодели, покормили, дали таблетку и так далее. То есть там порядка 45 манипуляций, которые могут делаться с лежачим пациентом. И мы сейчас тоже хотим обучить нейронную сеть, чтобы она распознавалась, кто медсестра делает с пациентом. Для чего это нужно? Вот у нас, когда есть лежачий пациент, для него создается, как это называется в авиации, полетное задание. То есть у нас есть человечек, у нас есть человек, и мы говорим, что мы в течение дня 4 раза в день должен быть сделан укол, 5 раз в день должна быть дана одна таблетка, 2 раза в день ему нужно дать утку, что он сказал, в туалет, 2 раза в день надо поменять белье, 1 раз в день надо перестелить по стилям и так далее. И вот это вот задание система начинает отслеживать. Если это не было сделано, то, что положено ему по инструкции, дает команда сигнал либо лечащему врачу, либо родственнику, а то, что пациенту это не сделано. Тогда вот этот врач принимает решение своей медсестре и узнает, почему эта операция не сделана. А дальше следующее направление – это профилактика пролежней. То есть как раз сколько времени пациент находится на одном боку, на втором боку, сколько времени на животе, в зависимости от погодных условий, от температуры, от влажности. Время нахождения на боку, оно меняется, рассчитывается тоже автоматически, и, соответственно, можем это отследить. Кроме этого, можем отследить движения руками, ногами, повороты головы. Это очень важно для пациентов с травмами спинного мозга. То есть мы всегда можем оценить, есть ли какие-то движения у пациента. То есть можем сразу заметить любые движения, если пациент был у нас обездвижен, мы можем сразу заметить, какие движения у него происходят. И последнее – предотвращение падений. То есть мы можем всегда увидеть, что пациент упал, и вовремя дать команду о том, что падение пациентов. Это тоже очень важный момент, потому что пациенты действительно падают. Отработав эту модель, построив этот датасет нахождения пациента на койке, мы приняли такую вот гипотезу, что этот же датасет можно использовать для мониторинга операционных, проведения операций, можем то же самое увидеть пациента на операционном столе. И в первой нашей клинической больнице мы запустили сейчас исследование, которое позволяет нашему заведующему оперблокам, которые вот видят 14 операционных. Сейчас во всех операционных установлены видеокамеры. Вот видите, вот такой экранчик слева – это то, что видят заведующим оперблоком на своем компьютере. Мы видим это то же самое и видим все 14 операционных. И каждый операционный мы фиксируем события. Мы смотрим на операционный стол, фиксируем события. Пациент появился на кровати на операционном столе, подошла бригада, начала работать. Бригада закончила работать, отошла от операционного стола и пациент исчез с операционного стола. То есть фактически упал как бы для предыдущей задачи. И соответственно мы сразу же информируем заведующим оперблокам, что в такой-то операционной операция началась, в такой-то операционной закончилась, в конце дня формируем отчет о фактически проведенных оперативных вмешательствах. Для чего это нужно? А для того, что очень часто, когда хирурги сделали первую операцию, они могут по каким-то причинам не успеть начать вторую. И там мы пошли перекурили, потом подумали, да давай на следующий день перенесем пациента и все. Но для этого, чтобы этого не было, заведующим оперблоком получать сигнал, что операция закончена, звонит, конкретно сразу звонит хирургу и контролирует, чтобы начала следующая операция. Таким образом мы управляем возможностью управления операционным блоком и поддерживаем необходимую интенсивность проведения операций в больнице. Кроме того, вместе с нашими коллегами есть такой проект «Третье мнение», с которым вы тоже можете вместе работать. Мы отработали анализ мазков периферической крови и крови из костного мозга, то есть это те, по которым делается заключение о наличии лейкозов и других онкологических заболеваний крови, заболеваний костного мозга. Сделана система анализа рентгенограмм и флюорограмм. И на сегодняшний день уже сделан анализ КТ легких и определение КТ, вот как раз по КТ определение ковидных инфекций. То есть тоже сделана такая уже система. По снимку глазного дна есть возможность определить сразу несколько групп заболеваний, в том числе сахарный диабет, заболевания головного мозга и так далее. То есть это совершенно, казалось бы, офтальмолог позволяет увидеть те заболевания, которые совершенно не связаны с заболеваниями глаз. Ну и еще один очень интересный проект, были проекты, которые относятся к сетям. Есть и другие методы искусственной интеллекции, я немножко про них в прошлый раз говорил. Это текст майнинг, это методы интеллектуальной обработки текстов. И мы создаем систему поддержки принятия врачебных решений, которая работает с большим количеством, с 3,5 тысяч клинических рекомендаций, с 1,5 тысяч клинических рекомендаций, которые разработали врачи Сеченовского университета и с огромным количеством открытых публикаций в рецензируемых журналах, до которых подходит до 15 тысяч в день новых публикаций, выходит, касающихся как раз здравоохранения и медицины. И та система, которую мы создаем, она формирует семантическую сеть, которая, вот здесь видите, нарисована семантическая сеть, которая берется вокруг, строится вокруг запроса врача. То есть мы создаем семантическую сеть, куда погружены все вот эти вот клинические рекомендации и научные статьи. Каждую статью раскладываем по понятиям, по тем ключевым словам, даже не ключевым, а ключевым понятиям, ключевым смыслом, который находится в этой статье, и любой врач, который ищет ответ на тот вопрос, который сталкивается со сложным случаем лечения пациента, он может задать перечень тех слов, задать сложный запрос, и система подберет ему сразу готовый ответ, как данный случай лечения пациента с такими симптомами и синдромами описан в литературе или описан в клинических рекомендациях. То есть это очень важное решение, которое будет развиваться, называется оно «Сеченов датамет», мы его назвали, эта система, она на сегодняшний день находится в таком состоянии развития, и мы надеемся, что это будет очень интересная система, она будет развиваться, будем потихонечку включать, не только методы текст майнинг, но и подключать нейронные сети, поэтому я приглашаю вас приходить к нам в институт, к нам на кафедру, и вот по тем основным направлениям, про которые я сегодня вам рассказал, вы можете уже начать в этих направлениях работать, немножко там можно потихонечку начинать программировать, ну и можно сделать действительно какие-то полезные вещи, которые будут полезны не только для, которые могут быть полезны и Сеченовскому университету, не только Сеченовскому университету, но и другим медицинским учреждениям России. Уважаемые ребята, уважаемые коллеги, я вот на все, как бы свое выступление на этом заканчиваю, если есть вопросы, я на них с удовольствием отвечу. Пожалуйста, ребята, давайте вопросы, спасибо большое, Георгий Станиславович. Немножко быстро, но у меня, кстати, третья лекция на эту тему за эти два дня, вчера у нас там неделя медицинского образования, я уже одно и то же все. Есть вопросы, ребята? Все очень интересно, но вопросов нет. Коллеги, я вам скажу так, пожалуйста, обратите внимание, что начинает ухудшаться ковидная ситуация в Российской Федерации. И ковид это очень хитрый, опасный и незаметный глазу вирус. И людей умирает от ковида много. И заболевания очень тяжелые, с непредсказуемой возможностью. Кто-то болеет им совершенно не чувствуя, а кто-то болеет очень тяжело, а кто-то и умирает. Поэтому я вас всех призываю подойти ответственно, во-первых, к своему здоровью, а во-вторых, подойти ответственно к здоровью своих близких, своих друзей и своих родителей. И своих дедушек и бабушек, если у вас есть. Вы можете просто ехать в метро, подцепить эту заразу, и с вами не будет ничего, а дедушка или бабушка ваша дадут Богу душу и оставят этот мир. Поэтому берегите себя в транспорте, обязательно используйте маски. Обязательно мойте руки, вошли в дом, вошли в помещение, помойте руки. Купите все себе маленький такой пузырек с дезинфектором, в аптеку зайдите, купите маленький пузыречек. Вышли из метро, побрызгайте на руки, обязательно продрите руки. Зашли в магазин, обязательно оденьте маску. Ребята, это не шутки. Я вас убедительно прошу, сейчас месяц будет очень сложный. И я надеюсь, сейчас всех детей с понедельника в школах отправляют на карантин двухнедельный. На каникулы, так скажем, называется официально. Вот сейчас две недели и еще две недели, пожалуйста, очень аккуратно. И если мы сейчас все подойдем ответственно к своему здоровью, подойдем ответственно к личной гигиене и к личной санитарной безопасности, мы с вами с честью и красиво переживем этот период. Вот я желаю всем нам не разболеться. И еще раз говорю, ребята, вот я в прошлый раз говорил, что медицина будущая – это медицина 4П. И там одно из П – это просите пативность, участие пациента в своем здоровье. Пожалуйста, подойдите ответственно, поддержите нас, поддержите руководство нашей страны, поддержите нашу страну целом. Ответственно подойдите сейчас к масочному режиму и к режиму дистанцирования на улицах. И мы действительно с честью выйдем из этой ситуации. Не попадем в нашу открытую ковидную больницу в Сеченском университете. Спасибо большое, Георгий Сынславович. Очень важный посыл студентам дан. Значит, у меня две информации. Тут вопрос в чате задали. Вот вы сказали, что приглашаете нас на кафедру и приглашаете принять участие в исследовании непосредственно. А есть почта или контакты? Ну, а кафедра, вы знаете, где находится, наверное, уже, да? Это Абрикосовский пирюлок, дом 1, строение 2. Двухэтажный домик такого желтого цвета. Я нахожусь на втором этаже, на кафедре. Заходите, познакомимся, расскажу вам, покажу вам, познакомлю вас с преподавателями. И потихонечку приходите, уже начинайте участвовать в научном кружке. И вот к Юрию... Викторовичу, ты можешь тоже подать Викторию. Перенаправлю, конечно. Да, да, да. И там у него тоже очень интересные исследования в области математического моделирования. То есть я могу сказать, что наша задача обеспечить вам возможность с раннего возраста начать заниматься наукой. Ведь программирование... Понимаете, сейчас вот ситуация такая, что начало потихонечку умирать программирование в том виде, в каком оно было раньше. То есть сейчас уже... А мы пытаемся еще на кафедрах учить людей мыслить, мыслить, знаете, алгоритмически мыслить и уметь строить, работать с базами знаний. Самое главное – это аналитическое понимание предметных областей. То есть построение вот этих вот баз знаний. Не каждый человек же может построить базу знаний, выделить из предметной области какие-то сущности, понятия, построить между ними семантические зависимости. И вот наша задача как раз научить вас такие зависимости строить и мыслить логически, мыслить перспективно. И чувствовать не просто вот как бы чувствовать задачу, а понимать, как ее декомпозировать, как вы ее представите, как из нее сделать какой-то полезный продукт. Поэтому мы вот как раз и ставим свою целью сделать так, чтобы наши выпускники, кто пришел к нам учиться на математическое моделирование или на информационные системы, он вышел отсюда, понимая суть вообще медицины. Понимая то, что творится в медицине, что такое медицинская информатика, как медицинские данные между собой взаимодействуют. И мы должны нас научить писать статьи. И нам очень хочется, чтобы вы потом начали участвовать в каких-то вот этих конкурсах, там, ведущих программистов в области медицины. Поэтому приходите к нам, либо на одну кайферу, либо на другую, и мы с удовольствием будем вам подсказывать, и с удовольствием вам дадим направление, куда можно вашу энергию запустить. Поэтому приходите, я с удовольствием вам подскажу, и вы везде сможете поработать. Вот как-то. А телефон мой, вот здесь вот мой электронный адрес, видите, написан на слайде, можете написать на электронный адрес. Спасибо, Георгий Станиславович. Значит, отмечу, что видеозапись сегодняшней лекции будет лежать на сайте, где все другие записи лекторов есть, можете пересмотреть. Или кто не был, может посмотреть. Это первое. Второе. Сейчас, пожалуйста, присылайте в чат присутственные свои данные. И старосты, запишите, пожалуйста, и пришлите, как обычно, список присутствующих. Спасибо вам большое. До свидания, Георгий Станиславович. Всего хорошего. Спасибо вам огромное. Спасибо, до свидания. Спасибо большое, до свидания. Спасибо большое, до свидания. Спасибо большое, до свидания.